Почему в государстве возникает такая несправедливость? В чем причины? Смотрите, это государственные компании, то есть наши с вами, где нанятые менеджеры должны исполнять честно обязанности. И смотрим, какие у них зарплаты официально по их декларациям. Вот Нафтогаз Коболев, видите, годовая зарплата 47 миллионов гривен. Железная дорога. Молодой Кравцов. Много скандалов тоже с ним по железной дороге. Годовая зарплата 7,3. Энергоатом 7,3 в год миллиона. Укрэнерго 6,2. Конструкторское бюро Пивдена. Это где Кучма был директором на заводе, когда-то там 5,5 миллионов. Одесский морской порт 5,3 миллиона. Аэропорт Борисполь 4,6 миллиона. Укрпочта 4 миллиона в 2017 году. Но он с Одессы эмигрировал в США, а потом в интернете писали, что был сделан конкурс, так выписан. И там столько всего накручено, что он из США приехал и стал директором Укрпочты. Где-то ему лет 35, может, вот так вот тоже. Администрация морских портов Украины 3,3 миллиона. Аграрный фонд 2,1 миллиона. Так ладно, если бы действительно нигде там коррупции не было и все такое. А что ж получается? Столько мы платим им и толку нету. А вот новость 28 июня 2019 года вместе с премией за победу в суде. Хотя, конечно, там они юристов нанимали, тоже кучу им денег, международным юристам заплатили. Вот Коболев получил 286 миллионов. 260 миллионов это премия за победу в стокгольмском арбитраже. У него мать поехала жить в США и он премию перечислил матери, чтобы тут ничего не случилось с премией его. Ну а сам этот Коболев, если глянуть картинки, вот он. Слегка рыжий. Согласны ли вы платить такую зарплату чиновникам? А Укрпочта, вот смотрите, сколько у них вообще все руководство получает. Заработная плата в Укрпочте. У всех руководство баснословной зарплаты. Месячная и годовая. Так что принимайте участие в управлении государством, чтобы как-то влиять на события, чтобы не было такой несправедливости. Вы сами честный человек и могли бы тоже пойти работать руководителем такого предприятия и честно работать в 10 раз ниже зарплату. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok